Волонтерской деятельности участвуют все учебные заведения курорта. Их работа как никогда актуальна. В Сочи проходит сотни разнообразных мероприятий. И по многим из них уже выработана определенная система действий. Это инвестиционный форум, Формула-1, фестиваль команд КВН. Ежегодно в городе проводятся и совсем новые мероприятия, которые требуют другого подхода. В 2016 году это были всемирные хоровые игры. В 2017 году Сочи впервые примет всемирные военные игры Кубок конфедерации по футболу и всемирный фестиваль молодежи и студентов. Кто-то один раз в год, кто-то чуть ли не в ежедневном режиме принимает участие. Конечно, мы не можем сказать, что все 10 тысяч каждый день занимаются. Мы здесь смотрим по времени занятости. У кого-то есть только в летний период, кто-то идет только на экологические акции, кто-то только на благотворительные, кто-то на спортивные, событийные волонтерства. Поэтому общая база, сегодня мы уже их регистрируем, более 10 тысяч, это те люди, которые за последние 5 лет прошли через Центр развития волонтерства города Сочи. Самыми активными в этом году стали волонтеры Сочинского госуниверситета и медицинского колледжа. Волонтерами медучреждения является каждый студент, а это почти 720 учащихся. Они оказывают палеоактивную помощь больным в 5-й Дагомысской больнице, в онкодиспансерии и в Доме ребенка. Все, кто поступил в медицину, они уже волонтеры. У нас образ жизни такой, служение народу. То есть у нас изначально это нацеленность. То есть я не могу сказать конкретно, сколько человек в ячейке. У нас все студенты медицинского колледжа являются волонтерами. Активно участвуют в жизни города и волонтеры серебряного возраста. В эти дни еще назовут и лучшего волонтера года. Итоги этого конкурса проводятся среди школьников, студентов и людей старшего поколения. Гелена Всецына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.